Привет рыболовы! Как чувствуете себя на карантине? Я сегодня одет в фирменную одежду от торговой марки Практик, а это означает, что не опять, а снова мы поговорим об их продукции. Компании понравилось видео, в котором я тестировал их новинку Практик 6+, ловя больших куней на Рыбинском водохранилище. Прибор зарекомендовал и показал себя отлично. Ну, это только мое мнение. Посмотрим, как прибор покажет себя в следующем сезоне. В связи с этим, компания решила выделить и прислать мне еще парочку своих приборов, для того, чтобы я и летом мог использовать их продукцию в своих обзорах и тестах. В посылку они положили прибор Практик 7 БВФ Wi-Fi универсал, это когда два датчика, один круглый, другой стандартный, как зимой, чтобы можно было использовать и летом, и зимой, два в одном, зайца сразу убивается. Различные лодочки для стабилизации датчика, когда вы ловите с лодки в движении. И также унибокс и поплавок для того, чтобы не утопить случайно датчик. Все это стало возможно только благодаря вам, друзья и подписчики моего канала. Большое вам человеческое спасибо. А для тех, кому нравится следить за моим каналом, и кто хочет помочь в его дальнейшем развитии, просьба нажать колокольчик, для того, чтобы вы могли сразу же после выхода нового видео его посмотреть, поставить мне лайк и оставить свой комментарий. И также поделиться в социальной сети. Я вам буду за это просто максимально благодарен, потому что это поднимает активность канала. Давайте сейчас перейдем к распаковке посылки, которую они мне прислали, и посмотрим, что же из себя представляет прибор 7BWF Wi-Fi и комплектующая торговой марки Практик. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, давайте соберем сейчас нашу струбцину для эхолота Практик, для того, чтобы можно было ловить с лодки. Начнем с того, что мы будем собирать две опорные конструкции, на которых будет крепиться датчик. Скручиваем их между собой. Все очень просто, не занимает много времени. Компания Практик максимально упрощает задачу, но тем не менее, чтобы это было эффективно. Далее берем непосредственно, куда будет крепиться зажим для датчика, и тоже прикручиваем. Закрепляем плотно для того, чтобы у нас потом, когда будем ловить, ничего не раскрутилось. Проверяем. Все. Основание готово. Берем теперь зажим к трансу. И сейчас тоже закрепляем. Для этого придется вот здесь вот выкрутить небольшой болтик. Вот он. Который является фиксатором, чтобы у нас струбцина не выпала. Затягиваем болт. Зажимаем. Закручиваем фиксатор. Обратно. Страховочный наш. Все вроде бы очень просто, но тем не менее, каждый элемент очень важен. Все. Вот этот вот болт нам не позволяет вывалиться струбцине из зажима для транса. Конструкция у нас готова. Крепим сейчас вот здесь вот, где у нас есть. Вот здесь вот, где у нас есть болтик для крепления, его выкручиваем. Берем беленькое крепление. Если даже сломается, но у вас тем мало, конечно, вероятно. Его можно купить в обычном строительном магазине. В разделе сантехники или еще где-то их там полно. Устанавливаем сверточку и закручиваем. Так, все, затянули. Конструкция для ловли холодом с лодки у нас готова. Ну, давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть вместе с датчиком. Так, у нас новый практик 6+. До этого вы видео могли уже его не раз видеть. Я его снимал в студии распаковку, тестировал на воде. Показывал себя отлично. Берем датчик, струбцинку и защелкиваем. Заодно проверим, сломается или нет. О, отлично заходит, ничего не ломается. Датчик у нас чуть-чуть под углом. Можно его даже вытащить вперед. Все. Вот так вот, идеально. Все. Датчик у нас находится в зажиме. Все зафиксировано. И можно спокойно осуществлять ловлю с лодки. Для тех, особенно, кто хочет совместить все в одном. И зимнюю рыбалку, и летнюю рыбалку. Кого получается очень даже интересно и неплохо. Тем более, сейчас здесь два луча. Спокойно на широкий угол ставите. И у вас нет никаких проблем. Продолжение следует... У Практика большое количество аксессуаров. Но я думаю, что немногие понимают, для чего они нужны и как ими пользоваться. Если, допустим, Унибокс от торговой марки Практик знает почти каждый. И многие уже успели пользоваться его преимуществом при ловле зимой. То о нем, в принципе, можно и не рассказывать. Об этом и так полно информации в интернете. Есть вот такой вот поплавок. Большинство мастерит поплавки сами. Но можно, в принципе, не запариваться и купить себе вот такой вот неплохой поплавочек. Сосунуть сюда провод. И у вас всегда будет надежное крепление датчика для того, чтобы у вас случайно сам блок, вот этот вот, не уплыл в лунку вместе с датчиком. Вот такие вот два аксессуара показались мне очень интересными, о которых довольно-таки мало информации в сети. Давайте рассмотрим сейчас их по порядку. Начнем вот с такой вот лодочки для датчика эхолота стандартного, который есть у всех, который позволит вам ловить без всяких струбцин этим эхолотом летом с лодки. Я вижу это в первый раз. До этого никогда с таким не сталкивался. Сейчас посмотрим. Так, наверное, начнем с инструкции. Прилагается вот такая вот инструкция, чтобы вы не путались. Так, ну, в принципе, здесь все просто. Такая вот лодочка. Предназначена она для буксировки датчика эхолота за лодкой для того, чтобы получать более стабильную информацию. Сейчас посмотрим, как его крепить. Так, по инструкции у нас вот с этой стороны. Засовываем прибор в лодочку. Все, вот таким вот он образом встает. Встает очень плотно, крепко. Заводим шнур в Г-образную. Делаем вот здесь вот петельку на кабеле. Вот обычную петельку. И вставляем вот в такое вот отверстие. Для того, чтобы можно было как следует закрепить шнур. Все, затягиваем. Получается вот что-то у нас типа такого. Затягиваем кабель, чтобы у нас не было ничего лишнего. Убираем. Зажимаем. Все. Получается вот такое вот буксировочное крепление. И оно вполне может следовать за лодкой. Буль-буль-буль-буль-буль. И будете получать какую-то информацию. То есть, как это работает, сейчас я вам сказать не могу. Я ранее с этим не сталкивался. Но выглядит как бы надежно. Если учесть, что новый, тем более у меня новый практик 6+, он еще и с усиленным кабелем, как позиционирует производитель. Я думаю, что это имеет место быть. И без всяких струбцин, у кого нет транса, позволяет, не особо запариваясь, иметь в себе сразу же летний холод. У вас цветной экран уже. И вы спокойненько получаете два в одном. Зима и лето. Интересно? Я думаю, очень. И также вот такая вот у нас есть лодочка для датчика маяка, которая у нас в седьмом практике используется. Вот. Я так понимаю, что, скорее всего, принцип здесь тот же. Для того, чтобы можно было получать информацию и с этого датчика. Вот это для меня вообще в диковинку. И чтобы это понять, для чего и как это использовать, нужно дождаться, пока закончится карантин, и можно будет выйти на воду и посмотреть, как вот этой штучкой пользоваться. Ну что, рыболовы, как вам видео? Понравилось? Тогда оставляйте свой комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно, у кого есть возможность, поделитесь этим видео в социальной сети. На этой неделе выйдет очень интересное видео, скорее всего, либо в субботу, либо в воскресенье, о том, как из мотора 9.9 превратить его в 15 и 20 сил. Я думаю, что кто-то об этом в курсе, но многие, я думаю, что нет. Так что, ребят, я с вами прощаюсь ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok